я снова всех приветствую друзья вы на канале роли game онлайн и мы продолжаем играть в rom total war вестерос вернее как не rom total war а вестерос total war извиняюсь в общем модификация называется темные крылья duncan schwinnen на немецком по мотивам игры престолов сериала также книг кто не смотрел сериал обязательно зацените закончился как раз недавно седьмой сезон и вот по мотивам седьмого сезона вышло обновление такое 295 бета я его установил немножко у нас здесь альтернативное развитие событий пошло но ничего страшного в принципе ничего такого существенного существенного не изменилось что-то заговариваться стал извиняюсь немножко устал поэтому наверное и так в прошлой серии мы остановились на том что хотели взять белую гавань нужно сделать ход понятно ну давайте сделаем ход и будем смотреть что нам делать скорее всего в белой гавани мы опять же поживимся неплохо и будем идти и уничтожать города старков далеко мы забрали со своей армии хир джорах мормонт также баристан целыми далеко из дорна заплыли прямо на север ух ты болтон а вот я успею или нет интересно скорее всего нет давайте мы не будем рисковать мы лучше свалим вдруг там еще кто то есть посидим пока в кораблях посмотрим как они себя будут вести так 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 здесь у нас все строится все шикарно в шоколаде отлично виселицы переобучились ребята опять же здесь а что у нас в столице ребята в столице строится охрененное здание с помощью которого мы не просто сможем какие-то кораблики до создавать мы сможем нанимать себе ребят из золотой компании ну эти не такие уж прям крутые 3 1 18 золотые мечи или кто они там но вот эти вот ребята еле фанц что на русском слоны атака 20 натиск 25 и общая защита 24 содержание конечно дикое еще 250 за один отряд 3 цена найма тоже немаленькая но зато это просто топовый отряд топовый они нам нужны и мы будем нанимать имея хотя бы два-три отряда таких здесь в дорне я буду себя чувствовать спокойно и даже не буду опасаться то что они на нас нападут придадут мартел поэтому ждем когда построится есть у меня один отряд но всего здесь 7 слоников потрёпанные ребята зато золотые может быть даже получится переобучить их не знаю содержание 292 ну конечно из-за количества из-за того что пау были некоторые ребята поэтому так также вот эти три четыре города надо кому-нибудь сплавить на хороших условиях а вот кому старком взамен на перемирие например и на свадьбу ну посмотрим давайте сдадим ход я сдавал ход не знаю нет враги не тем временем 7154 золотых дракона у нас осталось было 30 после того как мы вышли из земель аронов неплохо мы там поживились пока что не получилось у нас поживиться на землях старков ну посмотрим может быть даже и не придется если мы с перемирие за ключем может быть поплывем даже к ланнистерам у них земли побогаче ой 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 город пропустил так болтаны ушли или нет вроде как ушли давайте продолжим осаду белой гавани а шпионом мы продвигаемся дальше а здесь не пройти может болтонов уничтожить сходить на я не смогу не смогу вряд ли у них наверно наверняка сильные войны там сидят так здесь у нас что-то с деньгами у нас происходит дикая 5 что-то давно никого не предлагали установить небо вот сюда наместника не помешало бы засунуть сюда и вот сюда по моему да вот вот этих ребят здесь создадим этих распустим так что еще что еще где-то что-то строится вообще у нас солнечном копье но это не экономические конечно постройки в нефрите да в нефрите строится и в барбаре в блэкмонте тоже строится расширение города там ну и стартон ладно сдаем ход уже 96 ход кажется мне что скоро скоро зима может быть придет или одичалы или стена падет или еще что-нибудь белые ходоки потому что фракции одичалы уже давно у нас здесь как фракция обозначена то есть крутится во время хода а и иные уже есть так что думаю что скоро начнутся похолодание так я успею по-быстрому должен успеть кто это генерал виман ну извините ребята нам срочно нужны деньги у нас всего 9 казна пуста белая гавань что ты нам дашь ухо сразу там 18 штук упала ой 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 хороший город просто муа замечательный город я люблю стартов 33 штуки подняли отлично продолжаем путешествие не хотят с нами мириться ну должны же мы как-то реагировать правильно я им давно предлагал мир они отказывались женить даже их хотел на своем наследнике они отказывались даже не хотели рассматривать такое предложение ну теперь извините ребята так клешня может быть здесь тоже начать палацдаром выстраивать раз никто не захватывает клешню наверное оставим себе так значит чащий город рунный камень длинный лук дом сердца и белую гавань мы должны отдать спихнуть сплавить надо запомнить эти города о переобучение отлично скорее всего у них броня да будет новая какая-то крутая купец купец так а здесь у нас такие средние вот эти неплохие сворт сворн сворнс вот они мне нужны 225 содержания вместо того чтобы платить кому вот этим например 4215 6 316 ну конечно конечно в разу лучше надо наверно подсобирать здесь под собрать войска и может быть опять зайти к в простор к тирелам по городам пройти что ли что то они наверно уже отстроили починили все нужны деньги нам ребята нужны деньги экономика у нас пока не вытаскивает не вытаскивает наших затрат ладно сдаем ход так перемирие в обмен я тебе сдам знаешь много областей вот я тебе дам дом сердца длинный лук рунный камень ну-ка вот так что ты скажешь невыгодное ну давай я еще тебе добавлю дом сердца длинный лук рунный камень чайчий город так белая гавань например взаимовыгодное предложение здесь еще торговое а если еще сведения ладно давай без сведений пока и без торгового твердый отказ но вот смотрите упертые старки это кто такой это же этот это же из властелина колец гном забыл как его там звали ладно перемирие зададим области еще раз дом сердца белую гавань длинный лук рунный камень чайчий город ну ладно клешню например так хотел убрать клешню белая гавань так сведения карты о картах да торговый договор ну давай выплату я тебе еще там не знаю 2 500 дам да ты смотри какой упертый ладно эти города отдам фреям и возьму за них деньги попробую посмотрим что они нам дадут фрей так хотят эти земли получить я вижу прям бьются и не могут белая гавань нет я просто хочу отдать тем кто просрет эти города опять ароном понимаете чтобы я мог обратно в случае чего приплыть туда и награбить богатейшая держава мы фреи очень плохие старки враждебные ремонт завершён доклада нами так 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 вот это хочу построить плюс 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 пилигримы а ну пока никого больше не надо здесь строить так шпион ни хера не видно здесь ничего и нет нет дорога куда-то ведет по-любому здесь город значит ладно отправим его вот сюда кораблями например так где у нас армии вот здесь просто посмотрим да да вдове дозор хорошо то что удобно грабить эти города потому что пока его армии придут через вот эти все земли пройдет два три хода мы уже за это время войдем и выйдем уже вот здесь где-нибудь так 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 к лишня это кто такие кавалерия 3 4 15 неплохо построим это построим ну пока что все наверно пусть строится так нефрит рост общественный порядок численность войск ну вот что вот это дает численность войск один что это значит ребята я не понимаю это превос население так так ага отлично кавалерия уже здесь доступна для найма арбор тоже есть кого нанять вот это нам надо построить это нахер не надо наверное тут что общественный порядок да пока что так ну и солнечное копье собственно купец да хендель шафон торговые флотилии 1 прирост населения 05 увеличение количества товаров и можно купца нанять легкая кольчуга тяжелая кольчуга до покрепления ну пока ладно пока ничего не здесь не будем строить давайте по другим городам посмотрим у нас везде убыль населения почти идет вот например рост влияния общественный порядок ладно давайте вот увеличение производства пищи и полей здесь вот вот это что это такое интересно интересно давайте построим я не знаю что это но выглядит интересно ух ты 6 4 18 ланцерс дар богов да а нет это в торе нет все таки надо все таки нужно что-то экономическое прирост населения давай увеличение количества товаров нет пока прирост населения Вейп, прирост населения, соленый берег, прирост населения, зудчик, посол, лучше не общественного порядка, рост, так, так, и вот это тоже. Песчаная долина, Ада в холм, везде на прирост сделаем. Так, здесь пока что расширение города, рост влияния, численность войск, пока пристроится. Отлично, так, сохранимся. А, я здесь еще не построил. И сдадим ход. 9,151. Уже, уже, видите, деньги как ветер просто уходят в момент, как горячие пирожки. О, клешня. Кажется, у нас проблемы. Блин, хотел же, хотел же там кавалерию нанять. Зря не нанял. Интересно, сколько там. А, ведь только отремонтировал. И даже что-то строить начал. 800. Так. Три отряда, один таран. А, нет, здесь я не успел бы. Нет более развитого королевства в мире, чем наше. Ни у кого нет подобной культуры и столь мудрых ученых. Поистине мы являемся островом цивилизации посреди океана ереси и хаоса. Просвещеннейшая держава. Осада поселения. Завершение строительства. Доклад о найме. Да, плацдарм в клешне не удался. Но ничего, ничего. Так, так, фрейм, когда придешь уже, да? Нам нужно сдать города. Клешню бы еще сдать ему по-быстрому. Так. Берем, значит, в осаду. Кого мы можем нанять? Еще конников можем нанять. А кого мы можем распустить? Так, так, так. Тринадцать. Но, блин, у них три бронзовые лычки. А, вот. Кстати, да. Вот так и сделаем. Этой даме явно не хватает светского лоска, присущего придворным львицам у Родины, да? Двадцать четыре года. Сколько там нашему наследнику? Восемнадцать лет. Дейнерис семнадцать. Понятно. Жаль, я не могу Дейнерис еще выдать замуж. Так, я же вот здесь хотел, да, хотел распустить один отряд. Может быть, кавалерию какую-нибудь нанять здесь? А, я не могу. Чтоб по старой схеме брать города, где нет кавалерии. Ладно. Пожалуй, сдадим ход. Сохранимся. Медовый холм. Можно звонять. Так, сдать область. Клешня. Можем ли мы ее сдать? К-к-к-к-к-клешня. Не видно. Нет, если в осаде, значит нельзя. Белая гавань. Том сердца. Длинный лук. Рунный камень. Чайчий город. Серая крепость. Нет. Вот так. И взамен ты мне выплату сделаешь. Ну, скажем так, 10 тысяч тебя устроит. Очень щедрая. Ага. Давай тогда 20 тысяч. Ладно. Я тебе понял. Мы сдадим еще раз. Белая гавань. Том сердца. Длинный лук. Очень щедрая. Давай. Да как так? Да. Да. Старки заняли свою белую крепость, белую гавань. Спихнуть не получилось. Арны почему-то не забирают. Ну, здесь все понятно. 196 против 175, но они ну, кавалерия. 6-3-16. Тоже кавалерия? Нет. Разобьют, как делать нефиг. Ну, пусть забирают. Конечно, жалко наш элитный отряд с вилами и с фанеркой или даже без фанерки. Ну, что поделать. Что тут поделаешь? Ничего. У нас более глобальные цели и задачи. я прям вижу, он точно так же там орет то, что взял тот город. Ланнистер. Ох-ох-ох, 407. Да, у нас всего денег минус 11 тысяч. ланнистер. жёстко. Блин, вейт. Нужно что-то делать с общественным порядком. Вот эту херню надо построить. прирост населения нужно тоже как-то увеличивать. У нас минус уходит, уходят люди. Покидают наши города. Не нравится им жить под флагом Таргариенов. Здесь тоже не уходят и не пребывают. Нужно больше людей. Ладно, так. Сейчас мы денег поднимем. Ой-ой-ой, 432 человека потеряли. Всё-таки вот здесь можно было бы конечно и самому. Ну да ладно, в следующий раз, ребята. В следующий раз устроим драчку. Да и немного и подняли. Не стоило оно того. Да, болтонов конечно вынести вряд ли удастся. 4 стека ходят и не знают куда себя деть. Так. Хо-хо. Да, ребята. потери большие, к сожалению. но зато неплохо так они сплавали. уже уже аж издорно до стены мы доплыли. Набеги оправдывают сами себя. Ну что, ребята, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, надеюсь, вам понравилось, в следующей серии обязательно я постараюсь провести хотя бы одну битву, то есть самому поучаствовать и вам показать, в общем, вот такая вот у нас была серия, я с вами прощаюсь, всем пока.